В России гражданку Таджикистана на 20 часов разлучили с семью малолетними детьми. Россия, граждане Таджикистана приговорены к длительным срокам. Таджикистан. Одна из самых коррумпированных стран. Узбекистан. Антижанский палач назначен советником главы МВД. 19 декабря 2017 года сотрудники полиции Тюмени увели из дома гражданку Таджикистана, беременную многодетную мать Санат. Имя по просьбе женщины изменено. В частном доме с печным отоплением остались семеро детей, от года до 12 лет, без наблюдения взрослых. Как сообщает юра.ру, Санат, сотрудники полиции пообещали, что у нее проверят документы и она вернется обратно. Твой человек в форме увезли меня на служебном автомобиле в бокс на улице Максима Горького. Я оставила дома телефон детям, чтобы они могли позвонить знакомым, если вдруг что-то произойдет. Мать не вернулась ни утром, ни днем, поэтому старшая дочь пошла к знакомым, которые накормили и успокоили детей. Мать семейства отпустили только к 8 часам вечера следующего дня. Как рассказала Санат, она более суток провела в боксе, где ее кормили печеньем и дошираком, а семеро детей все это время находились в небольшом доме с печным отоплением. Женщина уточнила, что ее попросили не сообщать, где она находилась. Якобы ее нахождение в учреждении полиции зафиксировано не было. Санат проживает в Тюмени более 12 лет. Перспектив законно легализоваться в Тюмени практически нет. Мне предлагали посредники оформить документы на российское гражданство, но просили за работу 70 тысяч рублей. Таких денег у меня нет, рассказывает многодетная мать. Профилактики для помощи такому ребенку. Как сообщил уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов, скорее всего, что по решению суда женщину могут депортировать из страны вместе с детьми. В пресс-службе ОМВД по Тюменской области не смогли пояснить подробности ситуации и попросили направить официальный запрос для проверки изложенных фактов. Ответ на запрос пока не получен. Московский окружной военный суд приговорил шестерых граждан Таджикистана к тюремным срокам от 12 до 18 лет по сфабрикованному делу о якобы подготовке теракта в подмосковных Люберцах в 2016 году, сообщает Интерфакс. Признать подсудимых виновными в инкриминируемых им преступлениях и назначить им наказание в виде лишения свободы Латипову на 12 лет, Муминову 18 лет, Самардинии 18 лет, Хасанову 18 лет, Хекматуллои 13 лет, Юлдашеву 12 лет с отбыванием в колонии строгого режима, зачитал приговор в четверг судья Игорь Семин. Согласно приговору, подсудимые признаны виновными по шести статьям Уголовного кодекса, в том числе в участии в террористическом сообществе и незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ. Прокурор в ходе прений требовал для подсудимых наказания от 12 до 16 лет колонии строгого режима со штрафом в 400 тысяч рублей каждому. Напомним, что за последние годы сфабрикованные уголовные дела по антитеррористическим статьям в отношении трудовых мигрантов были поставлены российскими спецслужбами на конвейер. Кремль отработал механизм решения любых внутренних проблем и нейтрализации протестных настроений в российском обществе посредством создания так называемой террористической угрозы, которая стабильно объединяет общество против общего врага. Таджикистан ухудшил свои позиции в рейтинге Transparency International, опустившись на 10 позиций. Таким образом, в рейтинге по восприятию коррупции Таджикистан занял 161 место вместо предыдущего 151. В целом, рейтинг Transparency International охватывает 180 стран. Международное движение по противодействию коррупции Transparency International опубликовало 22 февраля 22 по счету индекс восприятия коррупции ИВК на 2017 год. В нем страны мира ранжируются по шкале от 0 до 100 баллов. 0 обозначает самый высокий уровень восприятия коррупции и, соответственно, максимальный уровень коррупции среди чиновников публичного сектора. А 100 – самый низкий, что означает, согласно методике организации, отсутствие коррупции. Таким образом, Таджикистан набрал 21 балл, заняв 161 место. В рейтинге Таджикистан находится рядом с Чадом и Ритреей. Чуть ниже Таджикистана расположен Туркменистан – 167. Узбекистан занимает 157 место. Казахстан – 122 место. Кыргызстан – 135 место. Примечательно, что в 2017 году в Таджикистане было арестовано более 10 высокопоставленных сотрудников антикоррупционного ведомства. То есть борцы с коррупцией сами оказались коррупционерами. На селекторном совещании правительства Узбекистана 27 февраля министр МВД Пулат Бабаджанов объявил о назначении Алматова на должность своего советника. По некоторой информации, ему будет поручена координация деятельности по борьбе с коррупцией в силовых структурах. Закир Алматов в прошлом руководил данным ведомством на протяжении 14 лет и был отправлен в отставку после печально известных антижанских событий. Алматов всегда считался одним из ближайших соратников Ислама Каримова. На протяжении пребывания на посту главы МВД полностью поддерживал и принимал активное участие в подавлении исламского возрождения в стране. В санкционном списке, принятого Евросоюзом после антижанских событий, его имя возглавляет список из 12 чиновников, которым запрещен въезд на территорию ЕС. По словам исследователя Human Rights Watch по странам Центральной Азии Стива Свердлова, Закир Алматов причастен к очень серьезным преступлениям, которые не имеют срока давности. Субтитры создавал DimaTorzok